Которые у нас появились, за тех людей, которых ты привел, то есть сейчас в моей структуре свыше двух тысяч новых моих друзей, знакомых, знакомых и знакомых, и это люди по всему миру. Вот это самое главное. То есть столько людей и столько друзей я бы, наверное, никогда не приобрела, особенно в нашем среднем возрасте. И самое главное, это молодежное движение. Самое главное, это здоровье, это путешествия, это возможности, это радость бытия, которая на самом деле присутствует. Спасибо. Добрый вечер. Поднимите, пожалуйста, руку тех, кто не члены канала «Клуба» здесь присутствуют. Ну, что вы так? Поехали. Поднимите, пожалуйста. Замечательно. А есть те, которые, ну, буквально там неделю, две, три, может быть, месяц? А, да. Понятно. Мне просто было интересно, сколько же новых людей, приглашенных в этом зале. Меня зовут Сергей, фамилия Зотов, мне 61 год, я коренной москвич, по образованию инженер-технолог, закончил московский инженер-строительный институт в свое время. Значит, что для меня канала «Клуб»? Это образ жизни. Вот об этом образе жизни я говорю своим друзьям, знакомым. Я когда-то мечтал. Я был материалистом и не верил в какие-то там законы, там, 5-е, 10-е, пятия. Да, есть законы физики, математики и так далее. Сейчас я понимаю, что все гораздо, может быть, проще или, наоборот, сложнее. Я хочу вам сказать некоторые вещи. Не воспринимайте, пожалуйста, это как хворьбу. Я не считаю себя богатым, обеспеченным, возможно, человеком. Но богатым есть люди, которые зарабатывают гораздо больше. Но мы часто вот на своих презентациях рисуем такие три кружочка, да, три ценности. Это здоровье, та тонкая ниточка, на которой все держится, да. Это материальный достаток, доход, потому что мы живем с вами в материальном мире, и большинство вещей чего-то стоит. И свободное время. Вот все это есть в «Коралловом клубе». Точнее, с помощью «Кораллового клуба» все это можно получить. Я очень рад, у меня, ну, скажем так, второй ребенок, разница между ними в 21 год. Вот, и то, что я смог позволить своей дочке учиться в частной школе. Да, то, что она сейчас, в том году точнее, поступила в институт, тот, который мы хотели, ту специальность, которую хотела, она хотела, мы хотели, то есть супруга и я. И, в общем-то, там бюджетных мест не было. Вот, мы можем это оплатить ей. Да, вот сейчас второй курс, она учится в Валенсии. Вы знаете, чуть меньше года тому назад мы с друзьями, тоже членами «Кораллового клуба», три семьи решили съездить в Индию. И в анкете на визу, там бы надо было указать, по-моему, за 10-6 лет, как и страны, которые мы посетили. Вот, и, собственно говоря, я был удивлен тем количеством стран, которые мне удалось вот за эти 10 лет, что я в «Коралловом клубе», посетить. Понятно, что Турция и Египет, я в свое время смеялся, что в Египте я провожу больше времени, чем у себя на даче. Ну, начиналось все с этого, Турция и Египет, потом пошли более интересные страны. Но если из Европы, это Чехия, это Германия, это Италия, в Польше тоже побывал. Но у меня как-то все больше вот на природные такие экзотические страны. Это и... Нет, в Шри-Лангия, к сожалению, не поехал. Это Индия, это Малайзия, да, это Филиппины. Вот, то есть много очень стран. Я всегда мечтал путешествовать, и это реализуется. Друзья мои, вот здесь много людей, ну, приблизительно моего возраста. Рано или поздно каждый из нас выйдет на пенсию. Нету ни одной страны мира, где бы человеку удалось сохранить свой статус экономический, да, когда он выходит на пенсию. Ну, в лучшем случае, какой-то процент от того, что люди зарабатывают. И что мы будем иметь, выходя на пенсию? Это понятно, что мы отдали свои годы, свои деньги, которые зарабатывали на своих детей и внуков. И что теперь мы будем рассчитывать, что наши дети нам должны помогать. Конечно, они в большинстве случаев будут помогать. Но не быть обузой, это одна из причин, возможных, я думаю, почему человек должен этим заняться. Понятно, что здоровье. Да, и что дальше? Вот эти три вещи. Ладно, я не буду задерживать еще больше ваше время. Я скажу так, коротко сформулирую свою мысль. Для меня Коралловый клуб – это, пожалуй, лучшие годы жизни уже во взрослом возрасте. Это все то, что мы решаем. Спасибо. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Бакбахра. Фамилия Майя Аббекулова. Я из Москвы. Для меня Коралловый клуб – это дом родной. Коралловый клуб для меня, как ученого – это огромное творчество, фантастическое творчество. Это колоссальные знания, причем тайные знания. Здесь обучают учителя, настоящие гуру, которые прошли обучение на Тибете, в Индии. И здесь каждый из нас, приобщившись к этим знаниям, только эти знания могут вас вывести из того положения в структурной пирамиде, какое вы сейчас исходно занимаете, когда приходите в клуб, на высшие иерархии. Там, где люди правят, управляют, имеют управленческие функции, знают, да? Потому что каждый из нас здесь, в Коралловом клубе, улучшая свое здоровье, получая финансовое благополучие, расширяя свои знания, совершенно становится другим человеком. Он меняет свое сознание. Это абсолютно новый человек. И в трубу таких людей жизнь прекрасна. Поэтому Коралловый клуб – это фантастическая возможность быть счастливым. Благодарю вам. Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Тамара, фамилия моя Коплина. Мне 38 лет, паспорту моему 74. Паспорт на сети, я не говорила. Для меня Коралловый клуб – это просто образ жизни, в которой я живу. Это друзья, ну, в первую очередь, это здоровье. Это появились единомышленники, друзья, единомышленники, понимаете, которые идут со мной рядом, да? У меня в 13 регионах команда моя работает, да? Я их знать не знала и не ведала. Поэтому это возможность быть свободным. Это возможность путешествия. Я 36 лет проработала в строительстве, я инженер-строитель. И на сегодняшний день я получаю пенсию. Но я не буду говорить, каждый, кто получает, он знает, какую мы пенсию получаем. Когда-то я пришла в сетевой в 98-м году. И я хотела, единственное мое было желание, подработать немножечко к пенсии, чтобы здоровьем заниматься. Я заканчиваю все. Я, вот люди много говорили здесь. Я хочу сказать, что сейчас моя пенсия является маленькой-маленькой подработчикой к моему человеку. Спасибо. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Ханча Екатерина. Я 20 лет работала в традиционной медицине и уже 8 лет в коралловом клубе. Для меня коралловый клуб – это прежде всего уверенность в завтрашнем дне. Уверенность, колоссальная уверенность. Не только касающаяся здоровья. У меня двое детей, я точно знаю, что делать. Потому что в любом случае все дети могут заболеть. Да я тоже, да? Но я знаю этот путь, я знаю, как выйти из этой ситуации. Это уверенность в финансовом отношении. У меня в финансовых странах развивается этот бизнес, и это только начало. Старшая дочь, ей 21 год исполнился месяц назад. Она уже побыла и училась в Италии полгода, в Корее в Кунсай год знает корейский. Сейчас она учится в Чикаго с 7 апреля. И это благодаря коралловому клубу. Для меня коралловый клуб – это возможность младшей дочери учиться там, где она хочет. Год назад я жила в другой стране, сейчас я живу здесь, в России, в Москве. И она учится в престижном лицее в центре Москвы. Тут, как за Москворечи, в Нардынке, да? И я могу это себе позволить. Для меня это свободное время, когда я могу проводить со своими детьми, со своей семьей. И заниматься собой, творчеством. Для меня коралловый клуб – это мои друзья. Каждый день приобретаются все новые, новые, интересные друзья. Это большая семья, хаизматичные, интересные личности. Для меня коралловый клуб – это возможность влиять на этот мир, просто делиться и делать этот мир красивее, делать людей более здоровыми. Вот, наверное, так. Спасибо большое. Меня зовут Ирина Кандулкова. Мы занимаемся с мужем вместе, семейный бизнес. Честно говоря, я забыла, сколько мне лет. Я стою тут, считаю, считаю, и никак не могу сосчитать. Ну, где-то уже лет семь, наверное, на пенсии. И вот здесь стоит Константин Бурахин, да, вот он дал информацию нам когда-то. Мы не сговаривали, здесь оказались на сцене. И вот я даже не представляла, что может жизнь измениться таким образом за это время. Эту информацию я искала, искала здоровье, потому что не хотелось лежать в памперсах, честно говоря, чтобы кто-то ухаживал. Я видела, как страдали родственники. И поэтому я искала народную медицину, искала гомеопатию, изучала биоэнергетику, все что угодно. Но здесь в Кораллом Клубе, вот Академия Здоровья, просто как на блюдечке с голубой каемочкой пришла система, которая помогает научиться управлять своим здоровьем. Не только нам самим, нашим детям, наши внуки. У нас здоровые внуки. Трое внуков, двое маленьких, здоровая внучка. Маленькие внуки, четыре года и полтора, они знают продукцию, они ее едят, запросто выбирают, что нужно, пользуются. И это большое счастье не беспокоится о здоровье их, здоровье детей, также и дети не беспокоятся о нашем здоровье. И помимо всего, эта жизнь богатая, богатейшая. Вот то, что мы проживаем в Кораллом Клубе, действительно, я согласна со всеми, такого не было в нашей молодости даже. И у нас международный бизнес. Мы встречаем людей, оказываемся единомышленниками, близкими людьми, и бизнес развивается. Это огромное счастье, дорогие друзья. И вы сейчас стоите на пороге каких-то новых открытий. Желаю вам эти открытия сделать, шагнуть в эту новую жизнь и не бояться ничего. Успеха вам, дорогие друзья. Добрый вечер, меня зовут Елена Арбузова. Я не буду говорить все, что говорилось, вы уже все слышали. Для меня еще, вдобавок к тому, что сказано, это очень хорошая финансовая возможность. Построение такой системы получения дохода, когда вы все меньше времени уделяете, а оно работает на вас. Поэтому это то, что мы говорим об остаточном доходе. Я 20 лет в индустрии сетевого маркетинга. Я обожаю его. У меня никогда не было негатива. Вообще никогда не было. Потому что с помощью именно этой системы я позволила себе побывать еще в 90-е годы. посмотреть тех людей, которые уже с этой системой, при правильном ее построении, построили себе достаточно хорошие доходы. И те проекты, которые у меня были за плечами, приходилось очень много работать, работать, и потом это все опять с нуля поднимать. И я могу сказать, что в Коралловом клубе я испытала это на себе. В 7 лет у меня лежала мама. И та система построения финансового, которая была построена, она работала на меня. Потому что я меньше уделяла внимания, бизнес у меня ушел на второй план. Но несмотря на это доход рос, товарооборот рос. Поэтому для меня это в первую очередь финансовая возможность. Все остальное, это как прилагается. Я тоже коротенько внесу свою лепту. Почему я еще здесь? Я вам скажу, это очень большая тоже возможность изменить статус семьи. Вот скажите, задумайтесь на секунду, что мы оставляем своим детям. Материальное? Вот вещизм вот этот, да, недвижимости. Смотрите, мы можем передать дело, которое будет переходить от наших детей нашим внукам. От внуков правнукам. И это дело будет расти и развиваться. Через поколение вас вспомнят и скажут, вот был такой дед, или была у меня такая бабушка, которая начала это дело. И теперь благодаря этому делу мы совершенно в другом социальном статусе. Представьте только это на секунду. И если вы захотели, то это сто процентов сбудется. Вперед с нами. Добрый вечер, друзья. Меня зовут Константин Пурахин. В компании «Золотой мастер». Ну и в завершение, как и корыстно, посошел. Кто пришел сюда с корыстной целью, поднимите руку. А теперь я объясню. Почему я искал возможность? Возможность себя проявить. Возможность. Почему возможность? Люди отлично сказали. С Ириной мы познакомились в поездке. В поездках рождаются мастера. Рождается знакомство. Преодоление страхов. У вас возможность преодолеть страхов. У вас возможность сделать финансовую семейную безопасность. Такое ФСБ сделать. В разных странах. Ведь я не зря задал вам вопрос. Кто пришел с корыстной целью? Представьте, любой бизнесмен, который организует бизнес, он преследует свою корыстную цель. Достичь своих целей материальных. И правильно Елена сказала. Иван, это наша безопасность. Мы живем в материальном мире. И любой бизнесмен, который организует дело, он привлекает людей для чего? Чтобы исполняли люди его цель. А я хотел исполнять свою цель. Я хотел найти партнеров, которые радовались и достигали своих целей. А я радовался, чтобы они достигали своих целей. Вот моя корыстная цель. Меня спрашивают, ты счастливый человек? Я говорю, да. Почему? Потому что огромному количеству людей я помог достичь их целей. Чего и вам желаю. Держать вас. Спасибо. Спасибо огромное. Это действительно те люди, у которых можно учиться успеху, можно учиться строить серьезный большой бизнес. А сейчас у нас на десерт, как обычно, вкусненькое. Да, у нас будет лотерея. Это с такой вот золотой большой коробки. Лиз, можно тебя на помощь?